Я есть судья с Украины, с города Ровно, обслуживаю чемпионат мира уже в седьмой раз. Смотрю, что уровень рейтинга с каждым годом растет все выше и выше. Собралось высадить тысячи человек на этом чемпионате мира. Я считаю, что эта местность, как Литва, может собрать и больше, потому что как раз всем удобно приезжать в эту страну, так само, как и в Польше, который проходил в 2013 году в Данске. Уровень соревнований с каждым годом все растет, потому что как-то сам хоккей-тренер вижу, как спортсмены выросли за эти годы, потому что я тренирую одного из знаменитых спортсменов, а-ля Жоха, который подготовил уже на очень высокий уровень. И ему все-таки есть конкуренция. И я думаю, что в дальнейшем наш вид спорта, как амрестинг, пройдет в спорт-аккорд. И через пару лет мы, я думаю, увидим его на Олимпийской арене, где он займет почетное место. И желаю всем спортсменам хороших побед. Сборная Украина готовилась как могла, потому что ситуация в Украине столь хорошая. На Востоке идет война, поэтому спортсмены готовились не в очень хороших некоторых условиях. Но надеюсь, что победит сильнейший. И за счет технических данных и физически каждый спортсмен из других стран, так само как из Украины, покажет свой достойный уровень. Ну и в следующем году мы увидимся уже в Малайзии. Я не знаю, как там будет насчет участников, или такое количество наберется. Я думаю, что нет, потому что дорогая поездка будет. Но увидим, как оно в следующем году будет ситуация в мире, или не будет там хуже или лучше. Все-таки в странах многих есть кризис. А кризис это то, что на спорт выделяется меньше денег. Так само как и в Польше, и в других странах. Все-таки мы переживаем сейчас такой момент, что как раз нету поднятия экономики. Экономика влияет на спорт. Ну, с Украины приехало 106 спортсменов с разных уголков и областей. Многие спортсмены не приехали из Луганской и Донецкой области в связи с этими военными действиями. Вот так как Сергей Токарев не смог приехать на эти соревнования, один из ведущих спортсменов Украины. Поэтому, скажем так, что не в полном составе сильном Украина предоставила своих спортсменов. Поэтому посмотрим по итогу четырех дней, на каком месте будет наша страна. Ну, хочу отметить такие страны, как Казахстан, Турция, которые по юниорам могут власть в конкуренцию сборной России. Они были вчера много раз на пьедестале. И поэтому будущие тачки все-таки уже наступают на пятки России. Я думаю, что будет уже нелегко занимать первые места. Так же само хорошо развивается спорт и в других регионах, и в тех регионах, как Соединенные Штаты, Канада, Бразилия. И очень сильный армрестинг именно в Казахстане, это Азия. И потихоньку подтягиваются такие страны, как там Египет. ЮАР, вот интересно, в этом году что-то не приехало, хотя там есть сильные спортсмены. Но надеюсь, через год-два мы эту шкалу превысим, чтобы было больше 100 стран на чемпионате мира и Европы. Это будет великолепно.